Энергия счастья у мужчины идет от трех источников. Первый источник это работа, вернее женщина, жена. Второй источник работа и третий источник Бог. До Бога далеко. Надо еще научиться ему молиться, чтобы установить с ним связь. Но это как бы надежно, с Богом надежнее, чем с женой или с работой. Если жена не дает счастья, то мужчина углубляется в работу. Работа дала трещину, ему больше негде брать счастье. Он не знает больше способов. И он начинает в развлечениях искать счастье. А вот это как раз для него и ловушка. Потому что мужчина, когда начинает развлечения в счастье искать, постепенно развлечения одно за другим отваливаются, потому что он от них устает. Он начинает, допустим, в теннис играть. Все равно счастья нет. Ему надо счастье. Жена не дает, работа не дает. Дальше, что надо съездить куда-нибудь на Майами. Ну съездил, деньги кончились, уже не поедешь. Участи нет. Дальше, что делать? Надо гульнуть. Ну, тоже вариант, который разрушает полностью жизнь человека. Гульнул, семье еще хуже стало. Почему? Потому что, когда человек сексом занимается с кем-то, у него устанавливается очень глубокая связь с этим человеком. Хочет он этого или нет? Это глубокая связь. В ведах называется... Майтунья Агара. То есть, называется... Непреодолимый узел Тарны, который невозможно разрубить ничем. То есть, если человек сексом позанимался серьезно, ощутил счастье с кем-то, но это чужой человек, то с ним устанавливается очень глубокая связь. И если у этого человека в жизни что-то не то будет происходить, на тебя это тоже будет влиять. Поэтому, веды и говорят, не нужно такого удовольствия. За него очень дорого платить приходится. Но мы не понимаем... Нам, допустим, в школе, я помню, в 10-м классе, вам с девочками нельзя встречаться. Я говорю, а почему? Потому что это плохо. А почему это плохо? Никто ничего не мог объяснить. Нет объяснения. Люди не понимают, как работает тонкое тело. Поэтому они ничего объяснить не могут. Плохо, потому что связь такая должна быть только с женой. Потому что, когда она есть с женой, это означает, что у вас одна судьба. И горе вместе, и радость вместе. Все происходит вместе. Но если ты еще с кем-то установил такую связь, то значит, что у жены половина забирается. Ну, то есть, жена имела мужа целого, а потом осталась половинка. А если у него сексуальные отношения более счастливые, произошли с другой, то тогда не половинка осталась, а еще меньше. И это не только у жены отнимается. Понимаете? Это также отнимается и у детей. Когда человек изменяет жене, он остывает к детям. У него нет к ним любви. Она пропадает. Он не интересуется ими. Почему человек так легко, когда изменяет, бросает жену как раз и все. Почему? Потому что, тю-тю, когда человек начинает изменять, первое, что происходит, это очень бурные отношения. Потому что хорошая карма выходит наружу. И сколько она выходит? Примерно полгода. И вот полгода, человек за полгода может бросить жену, допустим, к детей легко. Почему? Потому что у него очень сильные чувства к этому другому человеку и никаких чувств к своим близким. А потом, когда он уже ушел, проходит какое-то время, где-то обычно год с лишним. И у него полностью остывает, он к этому человеку новому. И он смотрит, а у него там жена, дети, а он уже здесь. А жена уже все, она уже поняла, что это не его человек. И он горючими слезами воет, что он потерял хорошего человека, любимого. Хотя жена ничего плохого не делала в жизни вообще. Понимаете идеи? И он потом воет, волосы на себе рвет. Почему так произошло? Потому что нет знания, что сексом заниматься хоть в корпоративных вечеринках, хоть где, хоть в бане, это не семечки щелкать. Один раз позанимался, и может так произойти, что тебя притянет, потом не отвертишься. А мужчины думают, ты-то нормально что, позанимался и пошел. Ты-то пошел, а узел-то остался. Он же на тонком плане. Ты можешь идти куда хочешь, а тебя все равно будет тянуть. У нас нет знания, мы не образованы в этих вопросах. Меня, ну... А вы сказали, от чего берет мужчина счастье, а женщина от чего счастье берет? Женщина берет счастье от правильного поведения самой собой. Себя самой. Если женщина знает, как себя вести, она этим поведением создает счастье в своей жизни. Потому что она является источником любви. Но женщины имеют очень много эгоизма вопросов любви. Поэтому так как эгоизм им мешает быть счастливым, поэтому они в основном несчастны. Они хотят, чтобы их любили. Понимаете? Но они являются источниками любви сами. Они должны эту создать любовь, и тогда она будет. Их будут любить, когда они сами вложат в это силы. А если они не вкладывают силу, ничего не будет. Это все равно, что сесть перед краном и думать, я такой хороший человек, почему вода не вытекает для меня? Она не будет вытекать, надо открыть сначала. Так и женщина думает, почему меня не любят? Надо сначала стать человеком, которого можно любить, а потом тебя будут любить. Это такое. Но женщины эгоизм есть, они не хотят, они думают, надо, чтобы он сначала полюбил, потом я буду для него таким человеком. Не работает система. А как же безответная любовь? Безответная любовь означает эгоизм. Если человек любит другого человека, он что значит, любовь? Означает, хочу наслаждаться этим человеком. если человек любит по-настоящему, бескорыстно, он служит человеку. И он не парится, понимаете, он может заботиться, служить, он не парится. У него нет такого ощущения, что типа меня не любят. Настоящая любовь означает бескорыстие. Здесь нет никакой безответности. Если ты бескорыстно что-то делаешь другому, он всегда будет благодарен. Но безответная любовь означает тянуть в одну сторону. Хотеть человека, но ничего не делать для него. Встречать его, обижаться, что он на тебя не обращает внимания. Вот это называется безответная любовь. Конючить любовь, понимаете? Безответная любовь означает конючить любовь. Одна женщина пришла ко мне и говорит, у меня сын меня не любит. Это я для вас, женщина, говорю. Ваша тема. Да. Говорит, меня сын не любит, он ко мне очень плохо относится. Говорит, объясните мне почему. Я объяснил почему. Потому что она хочет наслаждаться сыном. А когда кто-то кем-то хочет наслаждаться, это всегда вызывает неприязнь. Понимаете? Если кто-то подойдет к вам и начнет вас своей любовью третировать, вы сразу от него будете отбрыкиваться. Почему? Потому что это неприятно. Ты просто используешь человека, вытягиваешь из него что-то. Так и мать очень часто пытается наслаждаться сыном. Не служить ему, заботиться о нем, а наслаждаться им. Называется гиперопека. Сынок, ты штанишки одел, а сынку уже 25 лет. Мама, я давно уже ходил, когда мне было 15. Говорит, меня уже эти вопросы задавали. Сынок, ты покушал? Я давно покушал, 12 лет уже покушал. Все, мама. Она, почему так со мной грубо разговариваешь? Я о тебе забочусь. Зачем она такие вопросы задает? Она хочет наслаждаться материнством. Но если она хочет понять, что ему нужно, ему уже 25. Ему нужно, чтобы его оставили в покое. Вот что ему нужно. Надо сказать, сынок, у тебя все хорошо? Да, мама. Будь настоящим мужчиной, сынок. Спасибо, мама. Все. И все. И он будет думать, у меня мама хорошая, во. она меня не трекирует, как некоторые. Вы поняли меня или нет? Это для вас было. Можно ли это не дать мужчину, если он не будет действовать? Можно. Для этого надо раскаяться в этих отношениях и рубануть их. Да, если, допустим, женщина имеет отношения с женатым мужчиной, она должна немедленно, она сама не женат, она не женат. А? Если не женат. Ну, это отдельный вопрос. Я не знаю, что там у вас происходит. Я сейчас скажу, давайте, рубите, как бы. Мужик придет ко мне и скажет, ты что? Я не могу ответить на ваш вопрос. Вам парень надоел, потому что вы хотите наслаждаться, понимаете? Это я могу точно сказать. когда отношения строятся, у каждого есть свой характер. Вы характер не хотите принимать человека, а хотите, чтобы он был хорошим. У вас такой идеализм в голове. Поэтому вы хотите бросать, а надо учиться любить человека и воспитывать, понимаете? Вы знаете, часто женщины не понимают, что у мужчины духовное развитие не означает вот это «Ой, мы радостно занимаемся, все! это у женщины так, понимаете? У мужчины у нее все медленно происходит. Веды сравнивают мужчину с паровозом, который, чтобы разогнать, надо очень много усилий, но когда он разгонится, его не остановишь. А женщину сравнивают с пушинкой, которая думала, она полетела сразу. Женщина послушала лекцию, пришла с лекцией, «Ой, все, духовная практика занимается!» Ну, чего? Его разгонять надо, понимаете? Паровоз. А разгоняется очень медленно, поэтому надо ждать. Конечно, будет, если вы его третируете своей духовной практикой, он будет назло в другую сторону. Просто мужчина, он психика, эгоизм мужчины сравнивается с эгоизмом петуха. Если, допустим, перед петухом ходить вот так, он такой, нормально, все, он ходит как, но у него все нормально. Проблем нет. И он будет в вашу сторону всегда ходить. Если курочки ко-ко-ко ходят, он за ними ходит. Рядом с ними. Но если курочка какая-то решит по-другому и начнет так-так-так-так на него, он тогда и пошел на нее сразу, понимаете? Здесь два варианта только есть у мужчины, понимаете? Если вы на него задираетесь, он тоже будет задираться, потому что он мужик. Он может или задираться, или не задираться, одно из двух. Если вы со своей духовной практикой на него задираетесь, значит, он наоборот будет делать. Понимаете или нет, идеи? Это просто надо понять. Женщина же, она с рождения уже знает тонкости психики людей. У нее это вложено в характер. И она должна манипулировать. У нее нет силы психической в плане напора, но у нее есть гибкость. Она знает точно, как вести себя, как говорить, чтобы обойти проблему и решить ее. Любая женщина может так мужчину направить, что он даже сам не поймет, что его туда понесло из-за жены. Но женщины есть глупые, необразованные, они неправильно ведут себя с мужчинами, и поэтому и мужчин начинает гибоширить, задираться, петушиться. Это признак глупости и все. Будьте добры, какое влияние оказывают Луна и Солнце, если они одновременно присутствуют на небосводе. Как вы меня замучили со своим 2012 годом. и подобными вопросами. Зачем? Вот я вам сейчас скажу, вы начнете париться, солнце раз в месяц, вместе там, раз, какое-то время, раз в месяц, вместе на небосводе оказываются. Еще вы будете париться в этот день. Зачем об этом говорить? надо раскаиваться, разрубить отношения, перестать общаться со всем человеком, если это незаконные отношения. И каяться до тех пор, пока сердце не освободится, пока в сердце легкость не наступит. Это обычно 3-4 месяца происходит в молитве, раскаяние такое. сердце потом возникает легкость и надо просто совсем перестать общаться и зарок сделать, чтобы вообще таких отношений больше в жизни никогда не было. Если наоборот были отношения, то они закончились, но не может, точно остался. Надо раскаиваться. А, если так вот вы говорите, ну все равно надо просить прощения у человека. Ну, то есть покаяние освобождает от прошлых отношений. Вы, если расстались, значит, вы не довели отношения до конца. Это тоже плохо. Поэтому надо раскаиваться. Расскажите, пожалуйста, про реки жизни. Сейчас расскажу. Так, смотрите, у нас есть, у нас есть, как я говорил, центральный пранический поток. Называется сушумна. пингаланаде. То есть, он отвечает за жизнь в целом человека, за его жизненный принцип. То есть, он активизируется, когда человек попадает в утробу матери и начинает развивать все тело, этот поток. Сушумно, энергетический. пингаланаде. А по бокам его текут еще два потока, которые называются река жизни. Один из них называется пингаланаде. То есть, это с правой стороны поток течет. Пингаланаде. Вот. И второй называется иданаде. Пингаланаде это мужской поток река жизни, мужской поток энергии. он у мужчин где-то работает на 100% по сравнению с 40 противоположным каналом. Понимаете? А у женщин, допустим, иданаде с левой стороны работает на 100% по сравнению с ее же женским, который на 40 правый работает. То есть, когда человек рождается в мужском теле, у него с правой стороны энергетический поток движется где-то получается в половину, может быть, в два-три раза сильнее, чем с левой стороны. Понятно, да? Что это значит? Это значит, что правое полушарие, оно работает на внешнюю деятельность. То есть, человек стремится к достижениям в обществе, он стремится в социуме, к победам, у него работают волевые центры очень сильно, он хочет достигнуть успеха в жизни, во внешней деятельности, он хочет быть самым сильным, самым выносливым, мужественным и так далее. То есть, у него начинает работать деятельность, связанная с правым полушарием. И если он не действует таким образом, то у него река жизни начинает пересыхать. Там же находится тяжелая карма мужчины. Именно мужчине тяжелее всего добиваться успеха во внешней деятельности. Ему, допустим, посидеть на кухне, что-то поделать, для него это может быть отдыхом или развлечением, или дома посидеть. Вообще, для мужчины дом это отдых. Он приходит домой, ему дома все, если нравится, особенно Венера сильно, ему нравится что-то по дому делать, но это для него не жизнь, а отдых. Понимаете? Ему дома хорошо, он там на диванчик лег, пошел на кухню, что-то сделал, если ему нравится, или там еще что-то сделал по дому, но для него это отдых. Это не жизнь для него, а развлечение. У женщины у нее река жизни течет, она связана с личной жизнью, она связана с отношениями с родственниками, с братьями, с сестрами, с мужем, с детьми, с близкими друзьями, там, имеется в виду подружками. То есть в отношениях с близкими людьми у нее течет река жизни у женщины. И это как находится внутри дома, внутри семьи, дома. И она питается, ну, она получает силы для жизни из этих отношений. Ну, то есть там находится то, что ей дает возможность жить активно, быть сильным, выносливым, психически устойчивым, нормальным человеком. Однако, именно там находятся и все трудности у женщины главной. Для нее это работа, дом для нее это не отдых, это работа, она дома трудится, она приходит домой, начинает там что-то делать, она не может спокойно на все это смотреть, как дети себя ведут, как муж, как родственники себя ведут, она трудится над отношениями, трудится над домом, трудится там над питанием, пытается накормить семью, там жучки, внучки, детки, репки, все как бы у нее в сознании находятся на первом месте. но если взять допустим образование сейчас возьмем допустим с самых пяти лет, чему учат в школе? В школе учат математики, физики, геометрии, это помогает с близкими людьми общаться или нет? Нет. Биология помогает с близкими людьми общаться? Нет. Ни один предмет не помогает общаться с близкими людьми в школе. Даже девочка маленькая ходит в школу, у нее развиваться начинает правое полушарие. Ей внушают, что в жизни главное это способность себя накормить, образовать, то есть получить в социуме устойчивость. Если ты в социуме устойчивость имеешь, значит, если у тебя с мужем что-то не так, ты и штанов не останешься, у тебя будет своя квартира, своя машина, у тебя будет устойчивость в обществе и ты нормально живешь. Надо надеяться на себя, на свои силы. В результате женщина начинает вкладывать в себя, она начинает вкладывать в свое развитие силы все основные. И она думает, пока я не встану на ноги, я не смогу думать уже о личной жизни. Вот в этом заключается ловушка судьбы для нее. Почему? По многим причинам. Первая причина, когда она такой жизнью живет, у нее река жизни тает, у нее высыхает, то есть она правую сторону включает, левая у ней еле-еле. И это значит, что как женщина, она уже не может себя вести, ей очень трудно нежно разговаривать, очень трудно прощать, женские качества проявлять, очень трудно любить, очень трудно быть нежной, ласковой, заботливой, учтивой, внимательной. Это все женские качества, они у нее атрофируются. Почему? Она на работе упашется, придет и домой, и там надо еще энергию женскую проявлять, а у нее уже нет, она кончилась. А именно этого от нее и ждут все. С мужиком-то неинтересно жить, все приходят домой, хотят маму и жену, а мамы и жены нет, мама и жена являются бухгалтером главным. Поэтому большая проблема у нее высыхает только жизни, а это означает, что работать нормально она не может. Женщина вкладывает все в работу. Первый этап, ей очень нравится работа, второй этап, она начинает там уставать, третий этап, она на работе чувствует уже сил нет, и четвертый этап, она оттуда сматывается. Обычно если женщина настроена счастье в работе искать, где-то обычно максимум 3-4 года она может удержаться на одном месте, потом меняет в ужасе, убегает оттуда и ищет другое место себе. Или перетерпливает она, терпит, терпит, потом привыкает и опять там работает. Это означает шизофрения. В это время у женщины теряется нормальная работа гормональной функции. у нее высыхает психика, у нее начинают проблемы по-женски быть, и женщина должна быть психически расслаблена всегда. Но из-за того, что женщина живет по-мужски, у нее появляется сильное напряжение внутреннее, которое она может снять только с помощью курения. А если женщина начинает курить, то у нее сразу же это бьет по женским гормонам, то есть по придаткам, и у нее с каждым годом курение увеличивается где-то на 10-15% вероятность бесплодия. Ну, то есть год покурила, была полностью, как бы, возможность рожать, стало 90%, еще год покурила 80% и так далее. И в ней теряется красота. Она становится, у них голос становится низким, и гормоны женские падают. А ты такой холодный, какая сберка в океане. Так это не он такой холодный, а ты такая холодная. Потому что, когда женщина не отдает тепло, мужчина тоже не отражает. Он же не женщина, чтобы тепло давать. Женщина должна тепло давать, а мужчина отражает тепло. Он зеркало. Ты такой холодный. Причина таких страданий женщина такая чувствует очень сильное одиночество. Но это еще не самая главная проблема. Самая главная проблема заключается в том, что такая женщина устойчивая в жизни. Когда она на себя начинает рассчитывать, она думает найду себе еще круче. Это бред. Потому что найти она может того, кто ее полюбит. а такую устойчивую женщину какие любят мужчины? Слабые, мелкие, молодые. и они соответственно сиську себе находят. И они сколько сиську сосут, пока они вырастут большие. Сиськи не будут вырастать. Мужчина вырастает. когда он становится взрослым, крепнет психически. Он тетку потом пинает. Пинка под зад дал и все улетело. И он находит себе молодую. И уже дальше на ней женится и живет с ней. А женщина, которая думала, что она устойчивое положение занимает в обществе, будучи имея квартиру, машину, она находит себе такого сосутка, потом одного, потом второго, третьего, и думает, как же мне жить счастливо с этим совсем хозяйством. А счастливо жить невозможно. Для того, чтобы женщине счастливо жить, ей надо женскую аскезу совершать. Женская аскеза означает беспомощность и вера в Бога. Женщина должна развивать себе силу женскую. Она должна учиться быть нежной, заботливой, ласковой. И она должна знать себе сцену как женщину. И тогда ее будут любить ответственные серьезные мужчины. И не надо будет вообще работать. Она будет на работу ходить как на хобби. Для женщины работа это удовольствие. Любая женщина когда устраивается на работу, что она на этой работе ждет? Она там ждет, чтобы было обязательно где кофе попить, посудачить с подружками, чтобы обязательно можно было иногда уходить пораньше. Ну то есть она на работе ждет удовольствие там, а не работу. Ей надо там почирикать. Попить чаек, почирикать и поспредничать. Ну иногда поработать с удовольствием. И она не может устойчиво там работать. Ей то нравится, то не нравится. Но если она имеет сильного психического который может ее защитить ей нет проблем она не парится с работой. Сегодня здесь завтра там работаем. Ей хорошо, она развлекается на работе. Понимаете или нет о чем я говорю? Только не в нашей стране. Ой только не нойте пожалуйста. У меня тепло, мы мальчики плохие, страна ужасная и все. У меня нормальная жена. если мужик нормальный, жена тоже нормальная. Террика и да со всеми все нормально. Мы любим ныть только, ныть, ныть. Че ныть-то? Надо менять жизнь свою. Надо узнать как жить правильно и менять ее. Ныть не надо. Женщина тоже ой все жизнь потеряна. Ничего не потеряно. Можно в 45 девочка опять встать, нет проблем. Надо начать жить правильно и все будет хорошо. Узелки можно сжечь. Главное чтобы извилины были вместе с узелками. Если извилин нет, тогда нечем сжигать. надо развивать себе разум. Силу. У женщин тоже может быть силой. Надо учиться быть сильным человеком и свою судьбу менять в лучшую сторону. Теперь про мужиков. Переслабо. Если у женщин проблема с работой, то у мужчин не может быть проблемы с работой. если мужчина упахивается, значит он развивается. Мужчина здоровый развивается, когда здоровье в мужчине приходит, когда он спит на твердом, обливается холодной водой, ограничивает себя в сладком, способен на физический труд. И когда мужчина постоянно сражается за свою жизнь, он все крепче и крепче становится. здоровьем. У меня здесь один знакомый есть, он говорит, вот два раза в неделю не поборюсь, об задницу меня не постукают, обмат, задница обмат не постукают, нет здоровья. Поборолся, попотел, все, есть здоровье. Мужское тело так работает, понимаете, то есть мужчина должен сражаться постоянно, и он сильный. Если он расслаблен, то нет здоровья. Значит не мужчина. Сейчас объясню, куда вытекает здоровье мужчины. Через какой краник все вытекает. Сейчас объясню. Лека жизни у мужчины мужская. Если мужчина начинает не мужской жизнью жить, правый полушарий означает борьба, то есть он должен бороться. Иногда он дает себе поблажки включается левый полушарий. Левый полушарий означает отношение с женщиной. Если мужчина крыша съехала по теткам, он стал Кобелиной, вторая фамилия у мужчины Кобелина. Допустим, Петров в скобках Кобелина. Любого мужчины это вторая фамилия. Но она не всегда включается. Но если она включилась и человек стал Кобелина кире Петров, значит тогда у него левый полушарий становится активнее правого. У него начинает река жизни его начинает таять. Он становится безвольным, слабым, обидчивым, слюнявым или гневливым очень. Орет ходит. То есть у него нет энергии психической мужской. Потому что как определить, что у мужчины нормальная энергия психическая? Это очень просто определить. Женщина, жена на него обиделась. Она смотрит на нее и все нормально. То есть у него много мужской энергии, он спокойный всегда. То есть его эмоциями не пробьешь. Значит он сильный мужчина. У него значит энергия семени поднимается вверх. Крайник закрыт. Вот если у мужчины крыша съехал, он постоянно женщину хочет. Это значит что крайник открыт. Это значит что он как мужчина не живет. Это значит что он слабый человек. И что происходит с ним? Энергия семени вытекает, воля вытекает, сила вытекает, он становится раздражительным, слюнятие, че, постоянно ноет, борчит, ходит. Если вы увидели, что ваш муж начал так себя вести, значит крайник надо ему закрыть. На время. Он ему станет лучше потом. Сначала будет дрова колоть бегать, терняшки рвать, потом успокоится. надо нежно это делать с любовью. Понимаете? Иногда мужчине надо помочь стать мужчиной. Когда волевая энергия вытекает вся, человек теряет себя. У него начинает река жизни с левой стороны течь, мужчина психически тает, он становится безвольным, слабым, начинает пить, начинает гулять по женщинам, то есть он теряет себя. в этом заключается потеря мужчины. Он теряет себя не на работе, он теряет себя дома, теряет себя вне работы. У него начинается загул, это означает, что он перестал быть мужчиной, то есть его понесло в другую сторону. и даже у вас есть Жданов здесь академик, он исследовал эту тему, оказалось, что люди, которые увлекаются спиртным, у них начинают развиваться женские гормоны, они начинают полнеть, начинают ходить, то есть у них как тетки себя ведут, то есть у них нет ни мужественности, ни силы, ну то есть нет у них мужского, оно кончается, потом потенция наступает в конце концов. Поэтому мужчина может быть мужчиной, или его река жизни потечет не в ту сторону. Но ясно, что если у мужчины и у женщины не в ту сторону потекла, значит женщина будет главным бухгалтером или директором, а мужика какого на себе найдет, Бухарского или Кобелина найдет себя и будет страдать сильно. Почему? Потому что она мужик, а он естественно рядом с ней будет тетка. Все. Вот такая жизнь. Вас устраивает такой вариант? Нет? Оптимистично. Оптимистично? Поэтому надо стать самим собой. А это означает не быть жмотом.